мы еще раз ездили с демочкой к врачу за то время которое прошло с прошлого раза челюсть осталась на том же уровне как открыли так она и остается не закрылась потому что мы с демой делали массажи и челюсть разминали в этот раз нам нужно было открыть ее еще немножечко и так постепенно постепенно будем двигаться надеюсь к нормальному открыванию вот такой у нас был результат сегодня по приезду мне даже меньше было да вот так да вообще здорово вот такой вот хороший результат получился сегодня после процедуры после разработки челюсти дема в этот момент находится под седацией по приезду заслуженный паштет идем и как обычно уделал все вокруг шкафы миски морда хрюшенька поела все в паштете и дема в паштете и тарелки удивительно что борс не в паштете покажи свой нос заеденный кто мой самый красивый год демыч демыч мы с тобой повязку еще слабо не сняли открыли челюсть мы сегодня на очень хорошее расстояние это не может не радовать но все таки есть и минусы за все то время что дема не пользовался челюстью мышцы все таки атрофировались я сегодня обратила внимание что все таки он мало жует паштет он слизывает а корм как бы пытается как ковшиком закинуть себе в рот зачерпывает его передними зубами и потом языком пытается протолкнуть и проглотить то есть он не жует а просто заглатывает мы конечно все равно продолжим буду разрабатывать челюсть буду пытаться восстановить но упущено прилично примерно два с половиной месяца вообще он очень любопытный он готов есть постоянно поэтому вот здесь он в поиске еды где чем пахнет куда можно запрыгнуть уже не один раз заставали его на столе если что-то оставить дема обязательно попытается это съесть но выглядит это так дема потерся а тарелку или что там оставили в тарелке в рот то не попадает но хотя бы потереться а еду которую не можешь съесть он уже очень даже хорошо ориентируется вообще все мои слепыши хорошо ориентируются вот этот хулиган он вообще не мог не похож на слепого кота вот к примеру он учуял что на подоконнике стоит коробка в коробке разлился жидкий пакет поэтому он его почувствовал он залез на подоконник в коробку а это он отдыхал в лоточке тут абрикос запрыгнул на стиральную машинку он сначала забирается на унитаз причем не проваливается а потом оттуда запрыгивает на стирал то есть преград для этого кота нет совсем если он слышит шебуршание пакета значит его покормят он будет стоять и шелестеть им пока не дашь ему кушать а тут абрикос показывает как он аккуратненько умеет спускаться с высоты прощупывая что там внизу и не спеша медленно спускается солнечные ванны и наблюдения за птичками абрикос очень любит когда открыто окно ведь все что за окном он прекрасно слышит есть один минус я многократно снимала абрикоса с сетки стоит ему услышать на улице птичий щебет а у нас на крыше как раз таки живут голуби все абрикос уже висит на сетке уже охотится у нас вообще безбашенная она настолько хорошо ориентируется ничего не боится она уже совсем привыкла к тому что она не видит и просто живет играется я очень счастлива что у нее обычное озорное детство что во первых она есть а во вторых что она вот такая вот шкодная игривая обычный маленький котенок я могу любоваться ее играми часами вообще можно я не буду ходить на работу а буду только смотреть как оля играет и кстати она очень и очень нежная она всегда просит внимание нежным покусыванием она показывает ну смотри я здесь вот видишь вот мои зубки она очень любит нежности очень любит сидеть на ручках ну и конечно обожает игры с другими котами у меня постоянно возникает один вопрос точно ли у нее нет белок в бороду еще и белок летяк вот тут она меня напугала прям очень но нет у нее все под контролем хотя конечно бывает все равно что она падает но она вскакивает обратно тут же оказывается на верхней полочке ее ничего не останавливает все она не придает значения что было какое-то падение на этой полочке мальчишки рэмбо и никоша пониже ешенька матрешка и чарли а совсем внизу дашенька мальчишки спускайся ты умеешь потихонечку да да не вверх Оля вниз спускайся 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 нет это ее розовый носик это вообще нечто вот только этот розовый носик очень тяжело застать на одном месте он постоянно двигается что-то вынюхивает да и Оля постоянно в движении по-моему все наблюдают за ней как за развлекательной передачей все смотрят любуются а эта мартышечка скачет туда-сюда не прекращая спускайся 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 я вообще удивилась что никоша умеет играть это всегда такой серьезный кот никоша чуть не усыпили бывшие хозяева ну игра конечно получилось не очень Оля решила что он не очень хороший компаньон для игры а это утренний демочка и его банда как-то меня не кормят вы же вон уже утащили сегодня с утра утащили вы проказник ты облизываешься да рюк твоих лап дело как думаете кто стащил пакетик мне кажется вот он маленький преступник пакетик и в он и он он и Продолжение следует...